Здравствуйте, дорогие зрители! Мы сегодня поговорим про духовность, про йогу, про гималайскую йогу. И будем говорить с человеком, который в этом разбирается. Это президент Ассоциации Гималайской Йоги, ученица великого Маха Йогина Пайлот Бабы, Сатимата. Намасте, Сатимата. Намасте. Как-то получилось, что успешный ресторатор, живущий в Киеве, в принципе, имеющий все достижения цивилизации, вдруг раз и уехал в какую-то грязную Индию искать счастье. Я думаю, что с этим сталкивается рано или поздно каждый человек, просто в определенный отрезок своего времени. Действительно, было все. Было хорошо. Именно хорошо, но чего-то не хватало. И я помню, я начала задавать себе вопрос, кто я во всей этой лиле, божественной игре, кто я на сцене этого мироздания. То есть понимание было, что это божественная игра уже? Было понимание, что идет какая-то игра. Я помню очень хорошо, что я думала, что я действительно в какой-то игре. И я не могла понять, кто я, где я, что я. Зачем это все? Зачем это все? И однажды мои друзья пригласили меня в Индию, они играли там свадьбу. Это была Кирала, индийский юг, южный штат Индии. И по всей вероятности, там, наверное, когда-то было одно из моих предыдущих воплощений, потому что я попала в храм. Это древний храм Вишну на берегу Индийского океана. И я помню очень хорошо, что со мной случилось одно из самых мощных духовных переживаний в моей жизни. Это была глубокая медитация, медитация очень сильная, очень красивая. И я хорошо помню, когда я открыла глаза, я на 100% знала, что я больше не вернусь в тот мир, из которого я приехала. То есть я больше не вернусь туда, где я была раньше. Это была такая мощная трансформация, трансформация на уровне сознания, трансформация на уровне тела. Я помню, я похудела за одну такую медитацию на 7-8 килограмм. То есть это действительно был такой мощный поток энергии, который пробудил мою душу. Я начала её чувствовать, я начала осознавать. И я могу сказать, что я, наверное, получила ответ на вопрос, кто я. Мне было гораздо проще приехать в Киев и за какой-то определенный момент, за какой-то недлительный период времени закрыть все свои материальные дела и полностью погрузиться в духовность. Здесь очень интересно, потому что у нас же был издательский дом, ресторатор. Мы писали о ресторанном бизнесе. Я открывала ресторан с очень хорошими людьми, прекрасный ресторан. Но я понимала, что мой ум, мои идеи, мои, скажем так, намерения, уже нежелания, они были посвящены совершенно другому. То есть я всё время повторяла про себя имя Бога, я всё время повторяла про себя какую-то мантру, я всё время представляла яркий свет внутри себя и старалась этот свет распространять повсюду. А зачем? Ну зачем повторять, вот бормочать себе там что-то вот именно? Какой с этого толк? Это состояние не шло от ума. Это было моё естественное состояние. Когда мы соприкасаемся со своей внутренней природой, мы понимаем, что эта природа действительно состоит из ясного яркого света. И за этим светом, да, за этой сладостью такой невероятной амритой есть ещё состояние покоя. Но это немножечко другое. Но вот это состояние сладости, яркого света, его нельзя скрыть, потому что, знаете, это как нечто, что просто исходит из тебя, из каждой твоей поры, из глаз, из ушей, изо рта. То есть ты являешься носителем этого света. И естественно, когда ты смотришь на других людей, ты просто представляешь, что рядом с тобой точно такой же источник света. Только рано или поздно он пробудится, рано или поздно он вспомнит, кто он есть. А все пробудятся. У всех есть потенциал пробудиться в этой жизни. Знаете, здесь тоже очень интересный момент, потому что до какого-то определённого момента я на 100% была уверена, что достаточно, чтобы пробудилось там 1, 2, 10 человек. И я даже представляла, что во время медитации мы берёмся все за руки, не знаю, поём мантру Ом, выходим в этот яркий свет. И волны благодати идут по Украине. И эти волны идут не просто по Украине, а по всему миру, и все люди просветляются. И когда я впервые встретила Павла Табабаджи, там через какой-то период времени, я у него спросила, возможно ли это. Он сказал нет. И я помню своё разочарование, потому что я была на 100% уверена, что это возможно. Такий романтизм такой, присутствующий многим. Мы вот за вы. Такая лёгкая божественная наивность. Вот. Он сказал, что у нас у всех разные совокупности жизни. У каждого из нас разный духовный опыт, разная зрелость души. И, соответственно, каждый придёт к этому состоянию. Но кто-то в этой жизни, а кто-то через тысячу воплощений. Но обязательно мы вспомним, кто мы есть. Каждый из нас. Насколько важно в жизни садхаки, человека, который начинает практиковать, встретить правильного учителя? Можно ли вообще добиться каких-то результатов, не имея учителя, будучи там из источников по книге, записи, видео? Согласно моему опыту, согласно упанишадам, ведам, всем святым источникам, гуру нам необходим для того, чтобы в конце концов обрезать наше эго. Люди, которые практикуют без учителя, они не достигают полного пробуждения, не достигают полной реализации. Потому что в какой-то определённый момент мы сталкиваемся с эго. То есть это нечто, что делает нас великими. Даже на пути духовной практики. Вроде бы человек старается быть духовным, чистым, светлым, добрым. Но даже в этой чистоте, в этой доброте его эго захлёстывает его, и он начинает с самолюбования. Гуру нам необходим для того, чтобы нам указать на это, вовремя остановить, потому что задача действительно истинного гуру любого ученика привести к освобождению, к полной духовной реализации. Кроме того, гуру, то есть гуру, свет, тьма, ведущие от тьмы к свету. Ну, а зачем это современному городскому жителю? У него всё вот хорошая машина, телевизор большой, всё вот, айфон, и всё в жизни есть. Зачем ему это? Духовная самореализация. Может, это что-то такое эфемерное? А помните, во всех традициях, во всех религиях есть такое знаковое число 38 и 42. На самом деле, от 38 до 42 лет у нас эндокринная система начинает меняться. То есть он начинает, по большому счёту, инволюционировать. И все железы внутренней секреции, они инволюционируют. Соответственно, ну, извините, гипоталама, гипофизарно-надпочечниковая система, которая отвечает за выработку многих гормонов, в том числе гормонов, которые приводят к состоянию покоя, умиротворения, состоянию счастья. Они начинают потихонечку-потихонечку снижать своё действие на наш организм. И обратите внимание, что люди после 40 лет, они теряют вкус к жизни. Они хотят ощущений, а вкуса нет. И они начинают пробовать. Да, они могут купить яхту, да, они могут купить красивую женщину или выйти очередной раз замуж. Но этого вкуса хватает буквально на день, на два. Ну, может быть, на три. А потом они возвращаются опять в своё состояние. Всё приедается. Всё надоело. Где же эта радость? Ну, самая интересная радость, это действительно состояние, которое зависит от наших верхних центров, да, от наполненности, от гармонии. Гормональные железы, от слова гармония, так или иначе, да. Когда у нас гормональные железы функционируют в полной гармонии, в союзе друг с другом, с каждой клеточкой нашего организма, соответственно, человек гармоничен, спокоен, радостен. И вот эта выработка гормонов, которая после 38-42 лет начинает, ну, опять же, инволюция происходит в нашем организме, она возмещается только за счёт духовной практики. И если человек в этом возрасте не начинает смотреть в сторону Бога, в сторону, я не знаю, света, в сторону души, в сторону чего-то действительно настоящего, природного, он всё больше и больше теряет себя. Он теряет радость. Ведь радость, Ра, Солнце связан нас действительно только с чистой, святой энергией. Опять же, этой энергией обладает каждый из нас. Но сможет ли любой из нас достичь этого состояния, извлечь эту энергию изнутри? Это большой вопрос. Опять же, может быть, не в этой жизни, но попробовать нужно. Вот Серафим Саровский, когда у него спросили, в чём является смысл христианской жизни, он сказал, Инна, «снискание Духа Святого». Вот какая цель и смысл вот в вашей практике? Снискание Духа Святого. Я не думаю, что наши практики отличаются даже от тех практик и от того мировоззрения, которое проповедовал Серафим Саровский, Радонежский, другие святые старцы. потому что человек, дошедший до, опять же, богореализации, то есть просветления, я не знаю, это можно назвать по-разному, он знает, куда необходимо идти, можно сказать, чем всё заканчивается, но на самом деле, чем всё начинается на том пути, потому что там же очень много уровней бытия, очень много миров за этим стоит. И, соответственно, когда мы практикуем йогу, в первую очередь мы работаем с телом, потом мы работаем с умом, мы работаем с сознанием, но в конце концов, что такое трансцендентальность? Это выход за пределы тела, ума и сознания. Это состояние, во время которого мы соединяемся с Духом Святым. Можно сказать, что трансценденталисты это высшие наслажденцы. Здесь, знаете, вот сейчас мы заговорим об этом, но это такая тема очень тонкая, потому что сладость, состояние света и состояние вот этой радости, это всего лишь навсего тоже этап. За этим этапом есть состояние пустоты, то есть вот и сменяется радость с состоянием пустоты, потому что, опять же, есть такое на санскрите понятие, как шуньята, шунья, пустота. То, из чего произошло всё. И в этом состоянии там уже нет этой и радости, и сладости, да. То есть за пустотой уже ничего нет в вашем понимании? Я считаю, что пустота сменяется радостью, радость сменяется пустотой, но в какой-то момент там всё равно вот это глобальное всё и ничего. А как же звук Ом, который, то есть вот он из чего тоже из пустоты? А дело в том, что из пустоты возник звук Ом. Да, то есть, смотрите, Ом, если во время медитации мы открываем внутри себя наду, да, то есть вот эти все внутренние звуки, соединяемся со звуком Ом, и через звук Ом мы входим в состояние света. Да, то есть Ом является, можно сказать, ну, тот, кто транспортирует нашу душу к нашему духу. Да, и получается через Ом, когда вы входите в состояние Ом, это буквально, знаете, вот семь звёзд на небосводе, это там семь риши, но я утрирую, да, и эти семь риши соединяются в один звук Ом, через этот звук Ом, как через тоннель, который преобразовывается в свет, вы входите действительно в состояние яркого божественного света, который находится внутри вас. Благодать. 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 То есть ищут благодати, все религии. Ну, знаете, я бы сказала, что многие религии останавливают, потому что, вот знаете, например, в православии есть такое понятие, как это называется, сладость. В общем, подмена понятий, когда человек начинает думать, что он уже находится в божественном экстазе. Ну, да. А на самом деле... Я забыл, да. Да. Ну, вот, чара. А на самом деле это совершенно другое. Вот для этого необходим учитель. Да. Для того, чтобы дать по голове и сказать, вот сегодня ты зачарован этой сладостью, иди дальше. Дальше ещё есть что-то. Потому что очень многие действительно останавливаются на этом очаровании. Знаете, как говорят, если к тебе в медитации пришёл Будда, убей его. Ого. Вот. Потому что это тонкие энергии. Опять же, задача йоги остаться в тотальной пустоте, в тотальной тишине. А когда ты встречаешься, я не знаю, с Иисусом, Буддой, твоё эго, так или иначе, оно... Его очень тонко уловить. Но он уже думает, что он уже встретился с Иисусом. А может ли он, находясь вот в таком состоянии, то есть, которое ещё вот несовершенно вот действительно встретить Будду или Иисуса? Может. То есть, это какая-то милость просто прольётся вот... Может. Но здесь должна быть такая, знаете, или благословение из прошлой жизни, заслуги прошлой жизни, либо благословение гуру, мастера, либо уже действительно тотальная чистота всех энергетических центров, которые уже открывают сознание человека настолько мощно, что его сознание сливается со сознанием Будды, Иисуса, других мастеров. А что такое вот просветление? Вот, чтобы это понял простой зритель. Просветление — это тоже не финальная стадия. Это... Я думаю, что это тоже один из этапов духовного развития. А какой следующий? Опять же, если мы говорим о просветлении, просветление — это сладость и свет. Да. А следующий этап — это всё-таки состояние пустоты той же. Да, потому что вот мы когда разговаривали с Бабаджи, Бабаджи сказал, что очень многие йогины в Гималаях, они останавливаются на состоянии ананды. Блаженство. Да, блаженство. Это состояние света, это состояние сладости, это состояние действительно... Это просветление. Да. Вот. Но за этим есть ещё, да, то есть состояние, в котором нет ничего. И это состояние, оно настолько пустотно, оно настолько безвкусно, да, что люди туда не хотят идти. Так, а зачем туда идти, если там так невкусно? А это уже вопрос реализации души. Потому что, смотрите, знаете, у меня даже когда-то был спор с одним из волхвов наших. Он говорит, вот мы бодхисаттвы, волхвы бодхисаттвы, потому что они помогают живым существам и не уходят с этого плана, пока не реализуются абсолютно все. А я ему говорю, ты понимаешь, это же тоже эго. Пока я хочу помочь всем, да, у меня есть ещё я, желание, даже оно благостное. Даже оно касается всех живых существ, но всё равно я хочу. Так же, как я хочу просветление, да, ещё есть я, кто я. Да, вот Ахамкара, или Асмита, да, более тонкое эго. Вот. И здесь очень такой тонкий момент, когда ты готов слиться тотально с Господом. Вот я, например, считаю, что сладость, это ты ещё, ты слился, ты находишься в свете. Вот. А пустота тебя уже нет. Более того, там же есть несколько миров, семь миров вниз, семь миров вверх. И вот одни из последних миров, это когда ты можешь ещё реализовываться, проявляться в этом мире, да, по собственному желанию, чтобы служить людям. И вот как моё понимание, опять же, да, то есть вот есть состояние Турья, это состояние за пределами Раджаса, Тамаса, Сатвы, да, то есть трёх гун природы. Это состояние за пределами Джаграта, Свапна, Сушупти, сна со сновидениями, бодрствования с нами с сновидениями, да, следующее, Турья. А есть ещё два состояния Турья Титы, и за ними есть ещё одно, вот то, которое непостижимо практически, а там уже тебя нет. Потому что даже, мне кажется, вот входя в состояние сладости, в состояние вот этой вот благости и осознавания, что ты вернёшься и будешь на этой земле снова как душа помогать другим, опять же, как я говорила, это маленькое присутствие эго. Когда ты понимаешь, я на сегодняшний день готова уйти для того, чтобы полностью отдаться Всевышнему, да, и больше не возвращаться, быть просто частью его, незаметной частью, да, то есть абсолютно без эго, тогда я теряю свою индивидуальность, я теряю свою индивидуальную душу. А Господь хочет это войду? Или как вот создать? Я не могу говорить об этом. Может, мне кажется, пока мы индивидуальность, мы можем как-то проявлять свои индивидуальные таланты и как-то самореализовываться, когда мы... Как вот... Или там уже не надо самореализация, то есть когда ты уже в пустоте, то уже... Я думаю, что здесь уже нет нашего я, нет нашего намерения. Опять же, я вижу, как нам дается определенное количество времени, да, то есть, я не знаю, это может быть там кальп, да, когда вот душа проходит все воплощения, проходит все искушения, все какие-то свои качества, и в конце концов все равно реализовывается, растворяется, уходит. Вот. То есть, безусловно, и вот здесь я вернусь к нашему спору. Кто-то говорит, что это уже эгоизм высшей степени просто раствориться в Боге, да, а кто-то наоборот говорит о том, что так вот это как раз и отсутствие эго, когда ты готова даться ему полностью и осознавать, что тебя больше не будет. Но будешь ли ты и служить высшему началу? А ты будешь его частью? То есть, ты просто свою энергию, свою шакте посвящаешь ему. Так ты посвящаешь ее во время практики, а во время каких-то действий ты все отдаешь, служение свое. А так ты отдаешь себя. Ну, уже именно лишен всякого возможности выбора своей самореализации. То есть, ты уже просто становишься инструментом. Это как вариант. Да. А насколько важно для человека, практикующего духовную практику поддерживать здоровый образ жизни? Какое отношение вашей традиции к телу и к его здоровью? Очень важно, потому что в любой йоге есть несколько тел, которые мы реализовываем во время духовной практики. то есть, изначально мы делаем тело сильным, чистым, крепким. Потому что, опять же, если у вас нет силы физического тела, если у вас тот же отжас, теджас и пранас неуравновешены, отжаса мало или теджаса не хватает, да, то есть, огня не хватает или воды не хватает, вы будете так или иначе склонны к различным заболеваниям. А что происходит во время мощной практики, опять же, когда поднимаются силы кундалини, это же тысячи, тысячи вольт, которые необходимо пропустить сквозь свое тело. И тело должно быть готово вместить эти тысячи вольт. Это напряжение. Потому что люди и за 40 температур бывает иногда, когда действительно происходит очень большая чистка, как крещение огнем, но твое тело должно быть настолько сильным, кожа должна быть сильная даже, не просто внутренние органы, для того, чтобы тебя не разорвало изнутри. Потому что если у тебя в какой-либо части тела есть блок, есть несбалансированные энергии, неочищенные, то есть, если неожиданно поднимется, опять же, сила шакти, то есть кундалини, это может причинить очень большой вред. Люди сходят с ума, люди сгорают. Поэтому к йоге, к практике нужно быть очень внимательным, потому что необходимо соблюдать как чистоту тела, так чистоту ума, так чистоту сознания. И снова же учитель. Да. Потому что, да, это, наверное, как раз те случаи, которые мне как-то некоторые там христианские батюшки рассказывали, то, что вот кто-то начал заниматься йогой и сошел с ума. Я говорю, это он просто, наверное, по самиздату какому-то там занимался, если с учителем, заниматься, то такого не может запроизводить. Люди могут сходить с ума, но опять же, сходят с ума... Независимо от йоги. Независимо от йоги. Сходят с ума, как правило, если занимаются йогическими какими-то практиками, опять же, из-за своего эго. потому что это такая очень интересная энергия, которая живет внутри нас. И если не научиться управлять эго, растворять его, можно действительно заработать серьезные заболевания. Мы с вами недавно проводили семинар по пранаяме. Для наших зрителей не могли бы рассказать, что такое пранаяма и для чего она нужна современному человеку? Все в этом мире это проявление праны, это жизненная сила, жизненная энергия. Все в этом мире проявление огня, потому что огонь есть внутри этой праны. пранаяма это умение управлять своей жизненной силой, своей жизненной энергией. Так как человек живет в современном мире, он чаще всего неправильно дышит. Его легкие не получают необходимое количество кислорода. Что происходит? Вот самое простое, что происходит во время пранаямы, когда мы делаем глубокий вдох, полный, раздуваем легкие, надуваем живот и воздух, кислород попадает и в живот, и в легкие, у нас происходит некое соединение кислорода с кровью. И соответственно в этот момент очищается наша кровеносная система. Когда очищается кровеносная система, она так или иначе все равно соотносится с тонкими каналами. Очищаются наши тонкие каналы. Укрепляется полностью вся внутренняя система организма, укрепляется все наши внутренние органы. Это если мы говорим о здоровье. То есть, естественно, если мы говорим с вами об эндокринных железах, которых мы уже упоминали, то есть необходимое количество праны поступает в каждую эндокринную железу, и она начинает вырабатывать необходимое количество гормонов для того, чтобы поддерживать здоровье внутри нашего организма. Кроме того, пранаяма это очень хорошее очистительное средство для нашего ума. Потому что, опять же, есть такие виды практики, виды пранаямы, которые очищают левый и правый канал. То есть, левая и правая ноздря. И казалось бы, ну что тут такого? Левый канал, ида, лунный канал, женский, правый канал, пингала, солнце. Ну и что для простого человека? А на самом деле это связано с правой частью головного мозга, с левой частью головного мозга. Это связано с симпатической нервной системой, с парасимпатической нервной системой, и в конце концов с центральной нервной системой. Соответственно, вот этот ликвор, то есть среброспинальная жидкость, которая течет в центре нашего позвоночника, от чистоты этой среброспинальной жидкости зависит здоровье нашего тела. Более того, если эта цереброспинальная жидкость действительно находится в хорошем качестве, чистая, она дает около 5% ежедневно выброс в лимфатическую систему. Это как божественное благословение. То есть именно через цереброспинальную жидкость поддерживается лимфатическая система внутри нашего организма и очищается. Вот, то есть здесь тоже, ну, казалось бы, йога — дыхание, да, ну вот, ну, подышали, и что, ну, там немножко изменилось состояние сознания, да, то есть измененное состояние сознания — хорошо. А на самом деле мы полностью высвободили различные блоки. Блок — это токсин, да, как говорят в йоге, что блок — это не что иное, как задержавшаяся в уме и в теле мысль. — Плохая мысль, какая-то разрушающая. — Ну, чаще всего разрушающая, потому что люди мало концентрируются на благостных мыслях, они концентрируются чаще всего на негативе. И, соответственно, чем больше человек концентрируется на негативе, тем больше токсинов токсичен, да, тем больше токсичен становится его организм. Токсины мы приобретаем тремя способами. Воздух, еда, мысли. Но мысли занимают 70% токсичности нашего организма. Соответственно, во время йоги мы просто высвобождаем эти мысли, высвобождаем эти токсины из нашего тела. — То есть можно провести аналогию, что 70% болезней — это продукт наших мыслей? — Однозначно. — Угу. И вот спасение у нас — медитация, пранаяма, йога, мантры. — Ну, вы помните, есть еще яма-ни-яма, да, то есть… — Начинать с этого по-любому. — Здесь очень важный момент, потому что вот в буддизме… — То есть перепрыгивать нельзя сразу. — Угу. Буддизм, йога, они сначала работают с умом, да, это некая философия. — Потому что, смотрите, первые две ступени, яма и нияма, это же философия для ума. — Да. — То есть тебе дают определенные пункты, которые ты должен выполнять для того, чтобы достичь сначала определенной степени чистоты ума. — То есть пока ты не откажешься от насилия, ты просто не поймешь эти вещи дальше, которые находятся? — Конечно. У тебя чакры, извините, не работают. Пока ты не отказался от насилия, будешь ты проходить 10 семинаров по чакровиде, у тебя не откроется первый-второй центр. Да, если ты ешь мясо, если ты, там, употребляешь алкоголь и, ну, извините, применяешь насилие, в первую очередь, по отношению к себе, неправильно встаешь и так далее, и там подобное, да. Нельзя заниматься йогой, открывать, извините, чакры, вот, и, опять же, не соблюдать ахимсу, ни насилия, ни причинения вреда. Ну, и также другие пункты. Потому что, более того, дальше будет ухудшение. Человек, не соблюдающий яму, ни яму, причиняет в конечном итоге очень большой вред своему телу и уму. Потому что он на йоге позанимался, через пот вышли токсины какие-то, он пошел в бар, попил опять. И, в конце концов, он вернул еще все это в двукратном размере. Знаете, как я говорю сейчас, я всегда говорю, что есть формула, которую вы должны соблюдать. Неправильный образ жизни, плюс неправильное питание, ну, там, мясо, алкоголь, плюс, там, наркотики, беспорядочная половая жизнь и так далее, равно, ну, когда-нибудь смерть. А если к этому, ко всему прибавить йогу, равно быстрая смерть. Потому что йога, она не предназначена для развлечений. Йога — это познание самого себя, это единение со своим истинным я. И если ты от чего-то не отказываешься, ты никогда ничего не достигнешь в йоге. Это самообман. Ох, как все серьезно. Надо к этому относиться. Ну, насилие, ну, а как же быть вот современным украинцем, когда вокруг мы просто, нас обложили агенты влияния, которые нам постоянно внедряют, навязывают, зомбируют какой-то негативной информацией. Вот мы видим, что происходит в политике. На самом деле у нас война на Востоке. И вот люди, они погружены вот в это, вот нас грабят, нас там, убивают, нас вот-вот-вот все. Но вот я заметил, вот когда последний раз приехал с Индии, долго был в Индии, я вот приехал, я заметил, вот вообще в каком сознании находится общество. И вот как можно быть спокойным, когда вот такое происходит? Вот меня спрашивают, как ты можешь быть спокойным? И надо ли быть спокойным? И вообще как к этому ко всему относиться, к этому всему происходящему? Здесь такое понятие, как дхарма. Дхарма матери любить, дхарма учителя учить, дхарма воина убивать. И каждый человек должен выполнять свою дхарму, свою задачу жизненную. Это карма, вернее, карма его души. И соответственно, если вы пришли сюда учить и будете нервничать, вы никогда не научите ничему людей. Ваша задача — пребывать в состоянии покоя для того, чтобы видеть истину. А истина познаётся в полной тишине. Если у вас нет тишины внутри, вы никогда не увидите истину. И тогда ваш ум будет искажать любую ситуацию, с которой будут к вам приходить другие люди. Поэтому как в этой ситуации быть, продолжать идти по своему пути? Если вы уже выбрали путь учителя, если вы даже выбрали его в прошлой жизни, или путь учителя выбрал вас в прошлой жизни, тем не менее, вы должны соблюдать определённые правила для того, чтобы пребывать в состоянии наполненности, в состоянии духовности, в состоянии благости, в состоянии покоя. Потому что, ну согласитесь, если учитель будет паниковать, с его силой паниковать начнёт весь мир. Да, вот я просто знаю, например, силы слова Бабаджи. Если он, к нему придут и спросят там про войну, и он скажет, о, случится ли, это разнесётся по всему миру, и люди будут действительно пребывать в состоянии вот этого стресса и ожидания этой войны. Если он скажет, не волнуйтесь, практикуйте, да? То есть люди сохранят это, ну, покой, состояние покоя. Практикуйте в любом случае. Да, у нас единственная фраза, когда человек приходит с какой-то там, практикуйте. Тогда вы увидите смысл, почему с вами это происходит. Вот так. Как вы думаете, почему кто-то воспринимает сразу духовные знания, как будто ему напомнили то, что он знал раньше. А кто-то вообще встречается с продвинутыми людьми и общается там иногда по стечению обстоятельств, а его это не интересует вообще. Какая причина? Есть такое понятие, как зрелость души. Что такое зрелость души? Зрелость души — это душа, которая, сознание которой уже наполнено определенными духовными реализациями. А это душа, которая уже реализовалась в определенном смысле. И поэтому достаточно иногда даже услышать музыку, увидеть Ганешу, я не знаю, там, божество какое-то по телевизору, или послушать, я не знаю, какую-нибудь проповедь, или встретиться с духовным человеком, и эта душа пробуждается. То есть это как включение происходит, вдохновение. А есть люди, которые только начали эту жизнь. То есть жизнь... Из животного вида, может быть. Да, то есть они, возможно, только родились человеком в первом воплощении. И, соответственно, их сознание, оно еще не развито. И как бы ты им ни рассказывал... Да, то есть здесь же еще есть, если вы помните, Вира Пхава, Пашу Пхава и Дибья Пхава. Это три вида Пхавы, три вида, можно сказать... Я могу даже назвать духовного пробуждения. Благословения, что? Да, потому что... Ну, Пхава в данном случае, что... Например, Пашу Пхава, это люди, которые все равно без такого высшего благословения не смогут осознать свою божественность. Да, то есть даже они будут практиковать, но у них не хватит сил дойти до конца в этой жизни. Единственное, да, Миларепа был тот, кто реализовался за одну жизнь. Вот, Вира Пхава, это люди, которые способны практиковать. То есть они это делают, у них даже есть какие-то результаты, но, опять же, только благословение гуру может их перевести на состояние Дивья. А Дивья Пхава, это действительно люди уже с более высоким уровнем сознания, у которых за спиной, да, то есть в прошлых воплощениях уже были какие-то духовные реализации. То есть это некие божественные сознания, которые пришли в этот мир. Вот, и поэтому, естественно, человек приходит с этим уровнем сознания. Вот, он не может иногда перепрыгнуть, да, его может перевести, опять же, гуру. Если есть благословение, если есть преданность, да, если есть вот это состояние бхакти, да, то есть любви этой безусловной. Какое ваше мнение, почему вообще вот все проблемы, происходящие в обществе, вот такой эзотерический анализ такой, вот почему это все происходит, какой в этом всем смысл? Проблемы? Да, вот почему вот в украинском обществе определенные вот катаклизмы происходят последние годы, вот что вот высшая сила хочет этим сказать нам? Знаете, так интересно, потому что я слышу из уст многих эзотериков, наверное, что вот с Украины начнется духовное возрождение, что вот мы должны упасть настолько низко, чтобы пробудиться. Да, я могу сказать, что святые действительно говорят, что Украина богата на сильные души, на мастеров. Но мне кажется, что проблемы есть везде. Вот, и каждый человек, опять же, согласно замыслу божественному, согласно предыдущей реализации своей души, этой реализации своей души попадает именно туда, где он должен быть. Вот, поэтому сказать, что Украина вот сейчас действительно в каком-то особенном положении, я не могу. Что это обязательно перельется в что-то, какое-то возрождение? Хочется в это верить, но духовное развитие зависит от каждого живого существа. Это наша коллективная карма, то, что вот сейчас происходит, да, то есть мы все это так или иначе заработали все. Карма народа. Карма народа, и, соответственно, народ заслуживает всегда такого президента, который стоит у власти. То есть его выбрал народ не своими голосами избирательными, а своей энергией, в первую очередь. Своей кармой. Своей кармой. И поэтому говорить о том, что плохой или хороший президент ни в коем случае нельзя. То есть меняйтесь сами, изменится президент. А представьте, если сейчас придет просветленный президент, его заколят на первом собрании. Сожгут. Потому что он сядет и начнет петь мантру Ом и скажет, что давайте все просветляться. На самом деле, да, от внутреннего состояния, от внутреннего покоя каждого из нас зависит покой нашей страны. Да, и благополучие, и достаток. А люди в тамосе, в раджосе, люди в бешенстве прибывают, и все. Дай хлеба, хлеба дай. Вот, поэтому здесь карма народа. Меняться нужно изнутри. Нельзя, знаете, как говорят, невозможно спасти. Можно спастись. Спасись сам, и спасутся другие. Ну, а как вот тому небольшому количеству людей, которые стремятся там к духовному прогрессу, к просветлению, находиться вот в этом всем пространстве людей, которые вот в помутненном сознании, и которые со своими живут именно целями. То есть вот какое правильное должно быть мировосприятие? Практикуйте. Практикуйте. Повторяйте и будьте счастливы. Дело в том, что практика, в любом случае, несколько часов практики в день, они позволяют действительно менять пространство вокруг себя. То есть если человек слабый, он входит и попадает под воздействие толпы, под воздействие социума, под воздействие чужих желаний. Но если ты практикуешь и достигаешь хотя бы одной минуты покоя, ты этот покой начинаешь передавать этой толпе. То есть ты уже являешься реформатором, ты уже являешься законодателем моды на покой в современном мире. А все ли с этим атом должны быть реформаторами? Все ли должны, то есть обретя что-то, нести это дальше в массы? Знаете, даже согласно психологии, согласно вообще различным социологическим исследованиям, всего лишь 5% населения является активным, то есть способны к реформаторству. 95% не имеют такой силы. И из этих 5% может быть 0-0-0 какой-то там процент, может быть, действительно достигнет духовного пробуждения, тотального просветления и так далее и тому подобное. То есть шансы невелики. Но они есть у каждого. Опять же, все зависит от веры в себя, от веры в силу, которой обладает каждый из нас. Это же сила живет в каждом из нас. И эта сила поровну в каждом из нас. И эта сила способна открыть каждый из нас. Ну потому что одни хотят, а вторые нет. Ну как не хотят? Зрелость души. Все хотят. Ну помните, мы говорили о том, что... Ну вот я хочу и просветление, и хочу и красивую женщину, и не одну, и машину, и то, и все, вот. И наслаждение, яхту, близки. В йоге есть два понятия, с которых начинается тоже йога. Это абхьяса и вайрагия. Абхьяса — это ежедневная практика. То есть без ежедневной практики, работая над собой, соблюдение каких-то определенных аскез, ничего не получится. Это может быть чтение мантры, это может быть пранаяма, это может быть все, что угодно. Но если ты этого не делаешь каждый день, ты стоишь на месте. Ты пошел даже к гуру какому-нибудь, получил даршан, получил вдохновение, но пришел, занялся своими делами. Исчезнет это состояние через неделю, через две. И второе — это в айраге отречение. Я могу сказать, что это отречение должно произойти внутри. То есть это такое полнейшее отречение от всего. Предание, опять же, себя в руки Всевышнего. Оно через силу должно, или это как через осознание? Это естественное состояние. Поймите, многое к нам приходит по наследству от нашей души. То есть те понимания, то мировоззрение, которое сегодня в нашей жизни присутствует, это все равно некие заслуги, это все равно некие реализации, которые мы получили в прошлом. И здесь, когда мы достигаем определенного уровня, чистоты это все начинает пробуждаться. Мы начинаем как будто бы распаковывать вот эту читту, да, то есть сознание. Сознание — это место, где хранится наша память, память предыдущих воплощений. То место, где хранятся все наши знания. Есть читта, есть читда. Читта — это индивидуальное сознание, а читда — это вселенское сознание. И вот когда читта очищается полностью, она сливается с читдой, и тогда человек становится обладателем всех высших знаний, вообще всего, что есть в этом мирознании. Соответственно. И покоя. Это единственный вариант его достичь, да? Да. То есть когда человек ищет в чем-то другом, это все иллюзорные пути. А счастье — это только состояние покоя. Покой — это любовь, покой — это тишина, покой — это свет, покой — это истина. А счастливым — в движении, в какой-то динамике. То есть... Знаете, в Дао есть хорошее движение в покое, покой — в движении. Но я могу сказать, что только достигнув состояния покоя, вы можете двигаться в покое и быть счастливым. То есть все равно необходимо какое-то время уделять своей душе своей духовной реализации. Вот когда вы хотя бы там 8 часов просидите один раз вообще без единой мысли, даже без дыхания, тогда вы этот покой сможете сохранить надолго и поделиться этим покоем со многими. И потом его поддерживать каждый день 2-3 часа. Тогда мы, когда пойдем на избирательный участок, сделаем правильный выбор после 8 часов покоя, я думаю. Вы знаете, я всегда говорила о том, что менять сознание людей необходимо с помощью телевидения, с помощью средств массовой информации, то есть СМИ. Кроме того, все эти билборды, которые висят, все, с чем человек сталкивается зрительно в течение дня, должно нести свет. Соответственно, для того, чтобы это несло свет, опять же, руководство, те, кто стоят там, они должны это осознавать и действительно пропускать только то, что заряжает позитивом. Никакого негатива не должно быть. А как же стричь? А как же эксплуатировать? А как же... Просто человек находится в страхе и гневе. А очень интересно, опять же, у нас же есть три канала. Помните, мы упоминали Ида Пингала, левый и правый канал, солнце, луна, мужчина, женщина. И есть благостность, сушумно. И только когда человек находится в сильном гневе, энергия входит в сушумно. Обмен кармой друг с другом происходит только тогда, когда человек находится в состоянии гнева или в состоянии страха. Ну, там, половое возбуждение и так далее, это уже дальше. Но у нас большинство людей это гнев, агрессия и страх. И, соответственно, все гневы, агрессия и страхи. И сразу меняют за собой. На уровне сушумно, на уровне центрального канала. И все получают, в принципе, одно. Одних правителей, один курс доллара. Поэтому, если есть действительно какие-то телевизионные передачи, люди, которые готовы менять сознание, Спасибо вам, да. Для этого и создано. Спасибо вам, да. Мы рады, что вы приходите к нам, дорогие телезрители. Сегодня у нас был необычайно интересный гость. президент Ассоциации Гималайской Йоги. Сатиматра. Спасибо. Намасте. Спасибо большое. Ом. Спасибо.